всем привет добро пожаловать на канал на кухню у цыганочки сегодня готовлю домашний холодец без желатина холодец у меня будет из свинины и говядины полный рецепт вы сможете найти под видео в описании на холодец я беру две свинные ножки две рульки рульки у меня по весу не крупные здесь они небольшие полностью свинины у меня по весу два килограмма 300 грамм обязательно замачиваем мясо хорошенечко чистим ножки отрезаем здесь у копытца в копытце все обрабатываем обрезаем все где что не понравилось все убираем обрезаем обязательно скребем кожу ножом чтобы были чистенькие промываем хорошо мясо говядины у меня полтора килограмма но у меня здесь говядина кусок с костью можно взять просто кусок говядины одну мякоть если вы возьмете одну мякоть тогда возьмите по весу грамм 800 но у меня здесь с костью полтора килограмма беру мясо переложила в кастрюлю кастрюля у меня на 9 литров залила холодной водой воды у меня получилось пять с половиной литров я налила и все это ставим на плиту поставили мясо на плиту огонь делаем на максимум и ждем закипания не пропускаем момент закипания чтобы снять всю пену также до закипания обязательно еще несколько раз мясо чуть-чуть пошевелим чтобы дну кастрюли не прилипло не пригорело чтобы у нас и будем ждать момент закипания дождались момента закипания тщательно снимаем пену чтоб бульон у нас был чистый и прозрачный пену всю хорошенько сняли убрали обязательно мясо чуть-чуть пошевелим помешаем чтобы к дну у нас прилипшая не было с момента закипания как мясо закипело пену мы все убрали мы убавляем газ делаем его ниже среднего чтобы у нас вот так вот булькала мясо кипело но не слишком чтоб прям бурлело чтобы на среднем таком огне даже чуть чуть ниже среднего у меня огонь потому что кастрюля большая совсем тоже убавлять будет совсем плохо кипеть с этого момента с момента закипания мы с вами засекаем четыре с половиной пять часов и будем варить мясо четыре с половиной пять часов пока мясо варится подготавливаем лук морковь чеснок и специи я взяла луковицу крупную 250 280 грамм где-то примерно луковица у меня здесь две моркови но они не крупные если морковь крупная берите одну штуку три головки чеснока я люблю когда чеснока в холодце много и подготовила специи мясо кипит у меня три с половиной часа прошло уже три с половиной часа открываем крышку крышка у меня была чуть-чуть приоткрыта смотрим что у нас тут происходит мясо не должно сильно кипеть чуть-чуть должно как бы томиться отправляем сюда луковицу крупную 280 грамм 250 у меня луковица и две моркови отправляю по весу у меня 150 грамм две моркови можете одну крупную морковь добавить добавляю две столовые ложки соли потом мы еще с вами попробуем в конце посмотрим хватит ли соли не хватит еще значит добавим немножко помешиваем за эти три с половиной часа пока я мясо варила я несколько раз подходила мясо помешивала добавляю также два лавровых листочка 4 штучки душистого перца 4 5 штук добавляйте и 12-15 штук добавляю черного перца горошком снова накрываю крышкой крышку я до конца не закрываю и так пусть мясо у нас еще готовится часа полтора прошло пять часов мясо у нас хорошо уже все разварилась отходит от костей мясо выключаем и снимаем с плиты морковь и лук достаем они нам больше не нужны достаем все мясо из бульона вот так вот у нас все хорошо разварилась мясо я все из бульона достала косточки все достала абсолютно все из бульона достали и дадим сейчас мясу остынуть немножечко постоять чтобы у нас была возможность его разобрать и не обжечь руки чтоб не жгло нам мясо руки мы пока тем временем будем процеживать бульон берем сито я сито еще накрыла марлей три слоя у меня здесь марлей и будем процеживать бульон процедили бульон все что у нас в марле осталось нам не нужно мы это выбрасываем кастрюлю в которой я варила я ее сейчас помою и перелью в нее бульон я взяла 3 головки чеснока я буду чеснок пропускать через мясорубку чеснок можно мелко нарезать или пропустить через пресс чеснок накрываем пленкой и убираем пока в холодильник мясорубку не разбираем она нам еще пригодится мясо остудили чтоб у нас была возможность его разбирать чтобы нам не обжечь руки и кусочки мяса вот где именно мясо волокна мы будем убирать это все именно мясо волокна в отдельную тарелочку если где-то что-то нам не понравится какие-то жилки или что-то мы будем убирать а вот такие вот которые попадаются нам именно желейке вот на мясе такие жилирующие мы их будем в отдельную тарелочку складывать за счет этого у нас с вами будет холодец замерзать это у нас заменит как бы желатин мясо откладываем в отдельную тарелку а все вот такие вот допустим вот такие вот желейные все это у нас пойдет в отдельную, да, тарелочку. Так, кожа у нас тоже пойдет в отдельную тарелку. Мы будем разбирать кожу тоже. Если где лишний какой-то жир, скажем, я его буду убирать. Или жилки, которые не понравятся, это я все вот буду выбрасывать, убирать. А это буду складывать в отдельную тарелку. Так, вот такие вот желейные вот на мясе. Вот такие вот. Эти вот желейки это все сюда. А волокна мяса в отдельную тарелочку. Лишний жир убираю. С косточек вот такие вот все желейки я тоже все вот это вот обязательно все-все срезаю. Снимаю вот это все. За счет этого будет замерзать холодец. Я все это складываю в тарелочку. Мясо разобрали. Вот здесь вот у меня кожа и вот такие вот всякие желейки. Это мы пока поставим. И вот у меня мясо. Мясо мы через мясорубку прокручивать не будем. А вот эти вот желейки, которые у меня вот здесь вот и кожа. Вот это мы сейчас все пропустим через мясорубку. Здесь у меня получился вот такой вот фаршик. А мясо мы с вами перережем буквально вот так вот три раза. Три-четыре раза вот так вот разрезали. И разберем мясо на волокна. Просто вот так вот руками разбираем, чтобы крупных кусков не было. Немножко его разбираем на волокна. Все, что мы перекрутили на мясорубке, отправляем в кастрюлю. Сюда же отправляю все мясо. Вливаем бульон и поставим на плиту. Нам нужно, чтобы это все у нас закипело. Попробуйте на соль. Я добавляю еще одну столовую ложку соли. Холодец должен быть чуть-чуть пересоленным. Тогда, когда он замерзнет, он будет на соль нормальный. И в процессе, пока у нас это все не закипит, я снимаю сверху весь жир. Потому что, если мне снять вот этот весь жир, когда холодец замерзнет, то сверху будет слой жира. Я не люблю жир, я убираю. Если вы любите жиром, тогда вы этот жир не убирайте. Все оставляйте. А я вот этот весь верхний слой жира все-все уберу. Закипело у нас. Жир я сколько смогла, столько сняла. Выключаем. Отправляем сюда чеснок. Добавляю чайную ложку черного молотого перца. Все это перемешиваем. И снимаем с плиты. Будем разливать. Начнем разливать холодец. Разливайте холодец во что вам больше нравится. Какие-то чашечки, судочки. Побольше, поменьше. Это уже по вашему желанию. Когда будем разливать холодец, всегда хорошенько помешиваем, чтобы разлить равномерно. Немножко жира все равно на холодце, конечно же, будет. Весь жир все равно не убрать. Но сколько была возможности, я убрала. Я с жиром не люблю. Вот столько у меня холодца получилось. Сейчас дам немножечко холодцу так на столе постоять, остынуть. Такой холодец замерзнет уже через 3-4 часа. Убираем его в холодильник. Через 3-4 часа он замерзнет. Но я обычно холодец готовлю вечером. На ночь оставляю в холодильнике. А утром уже можно кушать. Холодец готов. Холодец у меня застыл за 2,5 часа. Вот такой вот холодец у меня получился. Вот так вот выглядит. Трясучка, вот эта вот желейка, она очень-очень плотная. Она не еле живая. Так что, когда вы поставите на стол, холодец этот не растает за полчаса, за час. Будет очень долго стоять. Очень плотненький. И на вкус такой холодец просто прекрасный. Попробуйте, не пожалеете. А сейчас глянем, какой он у нас с вами в разрезе. Холодец получается очень плотный. Я люблю, когда трясучка, желейка плотненькая. Когда он плотненький. Конечно, сверху есть немножечко жира. До конца весь жир все равно не собрать, не убрать. Но сколько есть возможности. Вот так вот выглядит. Приготовьте такой холодец. Надеюсь, он вам понравится. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, здоровья. Если понравилось видео, поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч на Кухне у Цыганочки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok